Добро пожаловать на мой канал! Спасибо и приятного просмотра! Будет и лужайка! Тема есть касательно выяснения отношений в очередной раз и в этот раз... В интернете кто-то в очередной раз выясняет отношения. Ой-ё-ё-ё-ё. Круг Николая Россова. Ой. Коля в центре скандала. Тут вон что у себя... Что же он такого натворил? Это какой-то... Бобовый заговор какой-то у него там или что? Или... Бобовое неуважение? И отряды САСА, ОСПА, что у себя публиковал... Ну тут стандартная телега про то, что помогите спасти дружбу... Бобовое неуважение... Напишите женщине, напишите девушке, чтобы она меня не игнорировала. Он все эти годы бился за мое внимание, а теперь, когда я вплотную занялся тем, о чем он меня так просил, начинается игнор. Это некультурно и некрасиво. Тем более, что сейчас он один из главных гостей каналов Ходорковского и остальных. Поэтому, интересно, Штефанов на какой стороне? На Певчих или Ходорковского? Там теперь тоже все раскололось, разбилось на две... На два лагеря. Поэтому перестайте разбирать его тезисы, давая вам подкрепление факта аргумента, я не могу. Прошу вас писать об этом везде, чтобы Штефанов перестал от меня бегать и держал ответ перед аудиторией. «Штефанов, вернись!» Штефанов зазведился и забыл старых соратников. Штефанов игнорирует, что за херня, пускай ответит, спамьте ему. Ну вот об этом пишет у себя Стас, и как просто. Ну, кстати, обычное дело, люди любят забывать друзей. Вот тут самое смешное, что он демонстрирует переписку с Александром Штефановым. Тут Александр Штефанов демонстрирует отрывок переписки его с Николаем Россовым, потому что Николай Россов просит его помочь уже, помочь дружбе со Стасом, и как просто. Ого, там не видно, что написано. Несостоявшийся. Вот Николай Россов, видно, пишет. «Привет, скажи, у тебя есть контакты Стаса? Мне очень нужно ему...» Очень нужен Стас. «Я не знаю, что передать. Очень. Напиши, пожалуйста...» «Деньги, наверное. Совместный стрим». «Мне хочется предложить Стасу коллаборацию, но через его менеджеров никак не дописаться. Типа, поможешь, а? Напиши, пожалуйста, еще одно сообщение. «Я видел, что ты прочитал мои сообщения. Ответь, пожалуйста». «О, Господи, какой кошмар». «Скажи, почему? Это очень важно!» «Вот пишет Олег...» «Не, я не могу вот так вот писать людям, как Россов. Я не знаю. Типа, вот у меня как-то есть любовь к себе все-таки. Если мне человек не отвечает или как-то со мной неадекватно общается, я просто перестаю общаться. Нахрен мне это нужно. Возможно, я не прав. Возможно, стример должен быть таким как бы стелящимся под всеми. Но, блин, я не могу. Вот честно, я привык к какой-то адекватной, уважительной переписке в рамках общения корпоративного. Когда-то людям пишут, что мы, уважаемые коллеги, здравствуйте. Исходя из этого, то-то, то-то. Вот, мы сделали то-то, то-то. Просим вас об этом, этом. Типа, не так же не забудьте. Три-ти-ти-ти-ти. Вот в таком духе. И когда вот так вот стелиться, я не могу. И не типа, что вы прочитали? Боже, как... Я бы Росов как можно быстрее старался забыть, если имел с ним несчастье как-то взаимодействовать лично. Ну, если с ним взаимодействовать, у нас был совместный стрим. Кажется, Росов Шиз. Мединный попрошайка. Также не забудьте оплатить наш счет на 5 миллионов в качестве предоплаты. Да, так обычно все и происходит. Потому что пока оплата не поступит, работы не будут начаты, а сроки уже поджимают. Если он по-поненту не уважает тебя, скажи, что ты ешь вкусный стейк, как было с ВБ-1703 или как его? Ну, я действительно ел вкусный стейк. Ни зачем мне говорить. Я показал, что я ем вкусный стейк. Было действительно вкусно. Вино тоже было нормальное. Здравствуйте, приветствую. Александр Штефанов. Всем мир, мой труд. Вы Николай Росов. Николай Росов. Ну, опять же, я не хотел в стрим с ВБ-1703. Это он захотел о чем-то со мной поговорить. И он сказал, ты слился и ушел. И мы ни о чем не поговорили. По сути, все закончилось. Типа, здравствуйте, здравствуйте. И все. Александр Штефанов это все-таки скинул. Стаса как просто. Только Стаса ответил, окей. Походу, ему абсолютно было на это похуй. На что не похуй Стаса, как просто так вот на это уже. И вот на это. Да, но Николаю Росову, похоже, что можно в ближайшее время не ожидать. Таких очень-очень важных коллабораций. Да, а что еще охуительнее? Не, Николай Росов, он, походу, коллекционирует коллаборации просто. И все. Потому что вот насколько это важно. Как будто, блядь, не знаю, пишет, как будто решается судьба народа. Ну, у Горсова уже какое-то безумное количество коллабораций. А коллабораций случилось. По идее, у него там должна быть какая-то безумная аудитория уже. Он же, не знаю, там вообще по-сосемски можно постримить. Интересно, как это вообще ему помогает. И как у него канал развивается. Ну, я думаю, нормально все. Каждый стрим должен окупаться у него. Это важно. Ну, напишите Стасу. Стас прям, ну, не считая, наверное, Понасенкова, Путина и многих других недостижимых персон. Стас, и как просто... Разве много кто знает, но никто не смотрит. Почему, интересно, его не смотрят? Вот единственный, кто не попадает в коллекцию Николая Росова. Он даже Мэдисона смог пригласить пару лет назад на эфир. И позадавать вопросы. А вот Стаса не получается. И здесь еще есть одна... Мне вообще даже непонятна история вокруг Николая Росова. Так. Блядь, чуваки. Че это за куйня с курагейтом? Или как он там, блядь, называется? Че это за дичь ебаная? Как это вообще происходит? Почему это... Почему это такие эмоции? Самый лучший гость, что был у Росова, Дарья Дугина. И он на ней так гадко потом отзывался, как мразь поконченная, да? И вызывает. Там варительная хуйня. Да давай уже быстрее, Жмель так растягивает. Все дела там вопергейты, лорные войны и прочее. Ну тут-то нахуй, откуда ноги растут? Я понимаю, что сейчас большая часть, кто это услышал, не понимает, что я несу. Какой курагейт, какой курагейт, о чем это, блядь. Там, короче, я не знаю, как это пересказать. Не сказки скоро играть, а не пером написать. Ну, ну... Делегия карельского бальзама... Давай, рожай уже быстрее. Я охуел потом. Оказывается, это вот сейчас, несколько дней такой гейт происходит вокруг того, что, оказывается, я даже не знал этого. Не знаю, какой-то курагейт вокруг. Николая Роцева есть... А, типа, Жмельевский выступает вроде такого, типа, сейчас я вам всю, типа, грязь про всех расскажу. Так, у нас тут свежая стирка белья всех стримеров. Как бабка на этом самом. Я не знаю, иронизирует. Вроде летопис. Да он вроде не иронизирует вообще никогда, блядь, в своей жизни. Но у Николая Роцева есть какое-то условие, что он веганствует. Ну, или, короче, не ест мясо. Может, это все-таки шутка, но примерно так, что он не ест мясо до того момента, пока не умрет Путин. Что? Я думаю, если веганствовать, то можно откинуться раньше, чем Путин. Вот я, блядь, не знаю, правда это неправда, но он вроде бы так говорит. И что, ну, то, что он хавает одни бобы, это я слышал. Но то, что это еще и принципиальный вопрос, жрать это, пока не умрет Путин, вот этого я уже... Понимаете, это не просто бобы, это бобы принципа. Бобы идеи. Я, в свою очередь, не знал. Никакой из Путина должен умереть. Но, несколько дней назад, насколько я понял... Зная это, можно, зная Росова, можно, как бы, понять, что он пиздобол. Просто пиздобол, вот и все. Как и большинство стримеров. Это люди, которые просто пиздоболят. Понял, один из донатеров прислал Ежи Сармату сообщение на его стриме, что видел, в общем, сегодня в пятерочке Николая Росова. Он покупал куриную грудку. И Ежи Сармат прокомментил, типа, а-а-а, то есть ест не только бобы, ну, ясно. Ну, к слову, защищая, выступая адвокатом дьявола, а куриную грудку можно покупать не только себе. И тут Остапа понесло. Это просто был донат, который зачитал Ежи Сармат и ироничным образом прокомментировал. Вот насколько, конечно, Ежи Сармату, блядь, просто задуматься со стороны должно быть. Не похуй на это все. Поэтому он просто и прокомментировал одной фразой это все. А реакция Николая Росова, сейчас я, блядь, видел ее. Тут надо промотать, наверное. Сейчас найду, но это... Самое главное, почему людям не все равно, что едят стримеры? Это что-то с чем-то. Может, это тоже, конечно, шутки такие, но шутки похожие примерно на тему с социизмом или с... Здрасте, факт и логик. ...пай литл пони, что там еще у Николая Росова было. И почему он так реагирует, я вообще не понимаю. Во-во-во, ебануться. Это что за... Это что такое, блядь? Оля, Ежиза разгоняет тему, что ты ешь курицу и что его донатит. Ежиза разгоняет тему, что ты ешь курицу. Господи, кто это все и всем этим занимается? Кто это донатит? ...видели, как ты покупаешь нормальную еду. Это ли не объявление войны? Это объявление войны. Пусть проехавший плешивый лысый карлик объебется. Но... Я, услышав это, подумал, а я тут при чем? Если поехавший проплешивый лысый карлик все-таки извинится, я всегда рад возобновить с ним... Ого! ...контакты. Ебануть. Жесть. Вот это... Пусть проехавший проплешивый лысый карлик будет извинен. Что? Что? Что происходит? В чем проблема? Ну, купил... Вот это он жесткий. ...курицу. Не это... Значит, там, а то хоё, пусть извиняются. Ну, повод все-таки объявлять войну. Ну, вот и думай головой. Почему он так реагирует? По-моему, это не единственный отрывок, где он так же высказывается. По-моему, еще сейчас был. Тут просто может показаться, что... Так может, это шутка, там, все дела. Объявляю войну. Я вот тоже недавно, я же с армату войну объявлял. Ну, может быть, именно таким же образом и Николай Ороцов? Ведь по контексту не очень понятно. Может быть... А что, все ненавидят ежи теперь? ...из этого контекста вырвано. Не является прям... ...чем-то обидным для Николая. Но посмотрите первоначальную его реакцию на то, как распространяют страшную инфу про то, что он курочку в пятерочке покупал. Удивлен, что уже второй раз кто-то мне пишет про курочку в пятерочке. Да как они посмеют про курицу мне писать? Другая, которая кормится калом и поедает мочу, или попивает мочу и кормится калом, может быть, это и непонятно. Но скажите мне, уважаемый Николай Островский, я вот когда-нибудь вам что-то пиздел откровенно вот так в рот, что-то вам такое говорил? Может быть, на петушка принг? Или, может быть, Путин сдох недавно, я не в курсе. Пиздел в рот. Вот из этой фразы исходит то, что, может быть, Путин сдох. Все-таки привязано к этому, да? Николай Островский. Может быть, он ее не ел, а трахал, чего панику разводить? Думайте, два вопроса к вам. Путин сдох. Это первый вопрос. И второй будет. А вам я когда-нибудь срал калом в рот. Это будет второй вопрос. Вы не ответили? Кстати, трудно ответить на этот вопрос, если верить. Мне кажется, это из-за того, что мясо не ест, поэтому такой злой. А вот навернул бы стейка нормального бы, как бы подобрел бы. Че, коли чуть раз духарился. Это самое. Он разкукарекался, я бы сказал бы даже. Владимиру, блядь. Валерию Соловью, то да. Но верит ли ему? Верит ли ему Николай Росов? Кстати, Росов, если вдруг кто-то его заснимет в магазине, покупающим курочку, сможет сослаться на это. Что? Ну, Валерий Соловей сказал, что Путина нет. Что он умер. А теперь двойник. А, зачалапка, здравствуй. Ну, я вот поверил в это все. Теперь я ем мясо. Твоих не ест. Ну, что это вообще такое? Ну, и шизень. Господи боже. Блядь, ну вот. Теперь без маскировки в магазине Паля пойдет. Я что, хотел найти? Можно курьером заказывать, если что. Просто брать курьера, чтобы я тебе курочку домой приносил. Посмотрите. Посмотрите на это. Экономика Европы и России. Дважды повышал перспективы роста России до трех. Что-то пишут с подъебом про курицу. С половиной процентов. И понизил предполагаемый рост. И каждый отлетает в банк. Практически до отрицательных значений. То есть до стагнации. Вот что происходит. Я там Светов с Хованским что-то обсуждаю. Да, да, да. Очень интересно. Я так понимаю, что это вот как раз самый важный политический контент в России, который только есть. Геополитические просто события. Масштаб куриного масштаба, я бы сказал. Сравните, посмотрите, насколько вы... В этот момент Николай Росов... На хлеб в России, например... Он сидит, мониторит чат и банит всех, кто что-то про курочку напишет. Обратившись к сайту... Курочка по зернышку. В архив тайп. Смотрите, цены... Кстати, Путин говорил эту фразу. Курочка по зернышку. Возможно, поэтому... В каком-нибудь продукте... Росов курицу не ест. Зачем он это делает? С онлайн-ценниками. Типа за сегодня и за пять лет назад. И сделайте то же самое, например, в Великобритании или в Соединенных Штатах. Вы очень удивитесь. Вы увидите, что рост цен на продукты за границей был едва ли не больше, чем в России. Я сказал, что это крайне упрощенная, может, даже быдляцкая позиция. Хуякс пропал в комментарии. Цены на яйца выросли. Даже засмайлик. Я вижу Кремль за это. А на курицу выросли? Да-да, это... Хуже уже не будет. Ненавидим ты нас. Вычистил всех. На самом деле, но не за это. Хуже уже не будет. То есть за вот... И бац! Очевидно, Николай Росов играет в морхух. Хуже уже не морхух. Бля... И бац! В чате побег из курятника. То же дело Петричук и Беркович, есть гораздо больше смысла ненавидеть, чем за то, что яйца подорожали. Потому что... Хотя бы за то, что... Куриные, между прочим, яйца. Выбили, видите, теперь живет в Сербии. Как бы, поверьте мне, Роспсен на яйца, он не входит в интересы правящих элит в России. Наоборот, они бы хотели, чтобы яйца продавались дешево, чтобы... Да, в фейбл первой части было такое прозвище для главного героя. Курощуп. Росов теперь может второе имя себе взять. Николай Курощуп Росов. Народных недовольств, проблем и так далее. То есть даже за тот же пенсионный возраст и его повышение имеет больше... Но я вообще не понимаю просто логики, по которой триггерится Николай Росов. Его обвиняют в нару... Ну, может быть, сорвался, знаете? Знаете такое? Когда у тебя такое воздержание от чего-то, а потом ты берешь и срываешься. И тебе так стыдно, так неприятно. И вот еще все тебя тыкают. А, поел курочки, а Путин-то еще жив. Поел курочки, а смотри, а Путин еще жив. А, как тебе, как тебе? И он такой... О-о-о-о! ...своего собственного принципа. Своего... Обета... Вега... Я был Тимон, здравствуйте, Джозеф, приветствую. ...пока Путин не умрет. И Николай Росова даже сами эти комментарии от донатеров обижают. И тот факт, что это зачитывает у себя Ежа Сармат, уже становится поводом для того, чтобы обвинить войну. Война. Как он еще раз там это... Он несколько раз именно одну фразу повторил. Плешивый карлик. Поехавшему или проехавшемуся... Плешивому карлику. Так, а еще тут... Нет, ну тут, конечно... Один отрывок охуительней другого. Где... Что еще вот скидывали? Вот это вот еще скинули в чате. Сколько народу-то на это прибежало? 20 человек. Смотрите, людям интереснее, чем фильмы даже. Вот срачи. No name of snow name. Росф как-то забанил зрителей, которых сомнился в том, что он белый. Саша белый. Силий, как вам курочка? Как яйца поживают? Яйца не знаю, как вроде бы... Так они и стоят. Я не знаю, яйца не принципиально подорожали для меня, для моей корзины. Ага, курица. Я сегодня взял цыпленку табака. Табака. Не табака, а табака. Табака. Буду его потом запекать. Можно там форсят. Сейчас идет... Отчего Росф так осмелел? У него уязвленная гордость выиграла после стола с челиками из каргача, где его с говном смешали. Я не знаю, такой лор, что там вообще произошло, что закоргать. Вброс. Николай троллит тем, что он... Набросали зернышки, полетели зрители. ...в магазине купил себе курицу. И его это очень злит, потому что он не тратит деньги на такую роскошь, как курица. И вот, возможно, кто-то вбросил про это. Но я вас могу заверить, что Николай ее не покупал. Это Николай Росов, Дорого страдания, что ли? Ага, уже... Михаил Светов ржет над этой хуйней, как на подни... над Поднебесным. Да-да-да-да-да. Только кипяток из столовой ворует, если тебе интересно, чтобы не кипятить дома за деньги электричества не тратить. Поэтому забейте. Но все-таки Николай... Как вы видите, расчетливый человек. ...отчаянно отстаивает. А вот этого я не слышал, кстати. Росов реально рассказывает, что он в какую-то столовую ходит, а оттуда пиздит кипяток. Господи, с кем надо быть шизовым человеком? Его все-таки же донатят. Вряд ли он все деньги тратит на юниманы, как вы здесь пишете. Это же как бы полная шиза. Это уже как-то на границе с каким-то расстройством. Настолько, настолько как бы ценить деньги. На хрен уже деньги, если их не тратить? Я вот сейчас вообще думаю, что да мне уже как бы 30 с лишним лет. Что мне там копить-то? Я уже скоро сдохнул. Потому что, чтобы не тратить деньги на то, чтобы кипятить воду у себя дома. Все еще кипятите? Ну, это уже следующий уровень после. Это, видимо, все так же является тактикой. Донатьте! Помогите! Ну, помогите мне! Я ем одни бобы! Я кипяток в столовке ворую! Ну, это уже на рофл похоже. Подожди, подожди. Что именно на рофл похоже? На рофл похоже, что Николай Аросов триггерится из-за доната, где пишут, что видели его покупающим курицу. Но это так! Все, ну нахуй это все. Ну, с другой стороны, как бы донат это не является подтверждением чего-то. А че ты жешь? Слушай, сам воду пьет под видом водки. Я лишь увидел, как из-за огонь пятерых... Опачки, опачки! Заливаешь бутылку воду? Так это-то не отрицается никем, мне кажется, уже. Спасибо, бляха, ноги. В этом же кипятке нужно успеть помыться и чей завалить. За 200 рублей. Но почему такая реакция у Николая Аросова? В чем его проблема? Так что нарофл, похоже, уже абсолютно все, что там происходит. Но че это за грани безумия? Грани безумия Николая Аросова. Я решительный. А Аросов купил курицу, чтобы съесть? Или в чем изюм ситуации? Короче, исходя из всего, Аросов сказал, что не будет есть мясо, пока не умрет Путин. Но он съел мясо. И это... Его кто-то заметил, и про это рассказал в донате Ежи Сармату. Вот. Ежи Сармат об этом не высказал, что вы видите. А, видите, не только бабы ест. И Аросов обозвал Ежи Сармат обляшевым карликом. И это очень важная вообще ситуация, понимаете. Как бы скандалы, интриги нашего городка. Просто вообще геополитические сдвиги. Можно сказать, я не знаю, в два полиса поссорились. Так что готовится война. Братва, не стреляйте друг в друга. Понимаю это. И Жмелевский тоже это обсудил на 18 минут. Я так понимаю, что важный политический контент. Я отказываюсь это даже понимать. Но, конечно, на это стриггерится. Когда видят, что это вызывает неприкрытие. С Украиной все понятно. Теперь разбираемся с курицей Росова. Я так понимаю, что без разбора Жмелевского не обойтись. Бывали это курицы. С одной стороны, это грудка курицы. Но с другой стороны, он мог покупать и не себе. Ну, если так это посмотреть, ну вот, а мог и себе купить. А если он себе купил, то чего он тогда триггерится? Силетейший боткёрт у человека. Это теперь уже куриная война, понимаешь. Понимаете, петушиные войны просто пошли. Да и было бы с чего вызывать этот боткёрт. Легче вообще, я уже только что сказал. Легче всего было бы сказать. Всё. Мы услышали. Великого эксперта Валерия Соловья. Владимира Путина больше нет. А не есть мясо, пока живы его двойники. Первая боба бобово-куриная. Я никому не обещал. Так что, ем, что хочу и когда хочу. Но ворую кипяток в столовых. Однако это в любом случае самый странный гей. Рософ есть курицу, жмиль под меня и там кашку войной. Так и живём. Который я видел. Видите, всё обман. И каждое слово кроет обман. И мир за окном пуст, как барабан. Да, но тут уже отрывок, который я видел, который не связан непосредственно с Курагейтом. Но это, наверное, было бы глупо не показать. Прям про общение со стороны Михаила Светова. Про аргументы Михаилу и его ответы. Посмотрите на это. Ну, просто шедевр. Ну что ж, вопрос вот такой. Михаил, вы говорили, что целевая аудитория Световой Ньюс это путиноиды и вы... Правду, видите? Путин... Светов на самом деле. Наш слон. Два раза. Гоу! Я видел Силю, который покупает в магазине дешёвые стейки. Но я, кстати, не самые дорогие стейки беру. То есть я беру мироторговские в магазине мироторга. Они довольно бюджетно стоят. Там, ну, какие-нибудь, может быть, дешевле были бы бразильские какие-то, которые в маринаде. А не подешевле. Ну, из мрамора это самое дешёвое, что есть. Так что тут, в принципе, всё так. Жаль Сармата на самом деле. Будьте здоровы. Спасибо большое. Парасово видно, что он задубил на горохе, чечевице и фасоли. Ну, мне кажется, это плохо на мозге скадывается. Лучше съебу что-нибудь жирное. Судя по всему, увлечение Звёздной войны как-то влияет на психику. Ну, есть такое. Да, спасибо большое, Жозеф. Штейки и мироторга шприцуют, поэтому дешевле. Может быть, может быть, ну, может быть, перейти на PrimeBeef. С помощью подводки и шутки в конце открываете им глаза. Что из этого вышло? Ваш недавний пост с бомбёжкой Одессы, где умерло пять украинцев, включая ребёнка, пятьсот сердечек. И слава Богу. Ебануться. Вот это ответ. Я... Там, наверное, дальше... И слава Богу. Стал путинским опричником, понимаете? И слава Богу. Просто ответ в стиле Сорокина. Что-то было. Но заканчивается этот отрывок, конечно... Да, ответ убил. В прямом и переносном смысле. Ладно, я думаю... Я даже не понял, на что он ответил. И слава Богу, что... Наверное, и слава Богу, что, типа, смотрят меня, а не украинцев что-то в том роде ещё на чём могут ответить. Понятно. Ну, Светов мне начинает всё больше нравиться вообще. Я зря на него наезжаю, зря я что-то плохое про него говорил. Возможно, он нормальный. Тинвейдами. Чё-то такого. Может быть, может быть. Посмотрели. Спасибо большое, Принг, за 925 рублей за донат, за поддержку. Ну, друзья мои, давайте... Инновационный способ сбора доната. Так, давайте посмотрим. Минут перед началом. Промоем этому человеку косточки-то хорошенько. Ужаса и выдаивания донатов, друзья. Я дам вам всё-таки, чтобы... Да, вон, 2000 собрал уже, уже нормально. Давайте дадим пару минут, чтобы вы подумали, и чтобы мы окупили стрим, иначе будет плохо. Подумайтесь. Спасибо за подписку. Спасибо. Финальным видео он приведёт к тому, что он становится веганом. Так. Не дадим денег. Денег не будет. О-о-о. Ну, накормите. Ну, значит, давайте начнём по-плохому. Я... Вы не хотели по-хорошему? Боялся, что вы дойдёте до этого, но... Спасибо за вопрос. Стоит начать угрожать, и получаются донаты. Мистер Чи Николаевич. Видите, как я с вами хорошо... Как я с вами цацкаюсь. Вот у Буросова бы вы не это самое. Часто ли у вас бывают такие стримы, потому что хочется больше говорить и думать о том... Чувак не имеет стиралки, но сидит все стримы в белом. Может быть, цветокоррекция такая. На самом деле, это жёлтая. Знаете, на камере можно цвета подкрутить. А что нам делать дальше? Вы приходите, вас очень много. Я ни к чему не готовлюсь и отвечаю на ваши вопросы, и мне получается много денег после этого стрима. Зачем мне стараться? Зачем мне делать хороший контент? Кто-то сказал не донатить. Ну, это... Ну, это он что-то... Сильные слова. Начинаем вторую часть стрима. Прошу вас, уважаемые зрители, донатьте. Донатьте, друзья, это очень важно. Я вас прошу, нам необходима ваша поддержка. Когда найдёт бабу, этот халат перешит под венечное платье. Ну, мне кажется, это уже слишком так себя вести. То есть, иногда бывает просто... Ну да, стрим какой-то может что-то не собрать, а потом другой стрим, наоборот, много соберёт. И в итоге какой-то баланс поддерживается. То есть, это реально странно. Ну... Не захотелось задонатить принк? Помочь Росову? Что будет дальше? Мне рубля не вкинул. Но я думаю, что многие хотят узнать, насколько это может продлиться. Будет ли это... Будет ли скандал? Ваша тактика терпит... Терпит вас траур. Ваша тактика терпит крах. Да это шауе. А это музыка игральная игра у нас стрима? Я думаю, да. Я имею глупость заказать им очистки стрима этому придурку. Ну и вроде уже писал. Так он состоялся или нет? Ну, не только вы заказывали. Вы делаете себе же хуже. Времени на просмотр... Я чуть не помню, чем история закончилась. ...пеньше останется для тех, кто заказал. Спасите их и спасите себя, пока есть возможность. Спасите их. Спасите их. Может ему кого-то в заложники брать? Там кого-нибудь убивать? Типа котят, я не знаю, что в этом роде, пока не донатят. Ой. Или куриц. Напомнил мне концепку. Хорош, плохой, злой. Наполение почвы на стриме. Такую же фигню затеял. Пипец. Ну это, вот, да, я вспомнил, да, вы писали. Ну это странно, типа, если стрим уже оплачен, что-то такое устраивать. Это неуважение. Я не скажу, что я прям себя хорошо веду. И я понимаю, что, типа, донаты нужны. И иногда тоже стараюсь так давить на пользователей, чтобы донатили. Мне приятнее даже, если не донатят, активно в чате пишут. Даже поговорить иногда приятно. Таким хорошим настроением потом заканчивается. Донатили, я съем курицу. Следующее видео от ВДВ. Константин 200. Так. На что Россов тратит деньги, Жемелевский, в недоумении? Все рублей за вас. Россов звездочка, звездочка сегодняшнего стрима. Главное, что Россов регулярно просит подписаться на него, несмотря на то, что на его канале больше подписчиков, чем на этом канале. Не, ну это нормальная тема. Как бы неважно, если ты где-то новую аудиторию. Спешно. Это опять же в телеграме запустили гифку с курицей. Нормальная тема, если ты на другой канал приходишь. Если он меньше, все равно там новые люди. И надо предлагать людям подписаться. Потому что call to action работает. Люди зачастую без... Если ты не проговариваешься, ты не просишь на донатик, то они не будут донатить и подписываться. К сожалению, так и работает. Как вы видите, да, подписки, ну это как на Twitch follow, они не всегда конвертируются в экономические блага. Поэтому нужно окупать стрим. Мои экономические блага во всем зависят от тех, кто предоставляет рекламу для моего канала. Я вкладываю в продвижение, а не в себя. Надеюсь, вы это понимаете. Лучше вкладывать в... А я каждую копейку, что вы мне донатите, вкладываю в себя. Причем в буквальном смысле слова. Я покупаю еду, стейки. Вот это вот все и ем. И все просто вложено в меня. Оно переваривается. Дело о своей бренной плоти потом позаботиться. А каким продвижением вы занимаетесь, кстати, Николай? Я заботюсь только о своей бренной плоти. У рекламы, у бренной истории, у рестури. Кстати, я реально не очень понимаю, куда бы он разводевает деньги. Я-то понимаю, что все гости, к которым приходят, они приходят за деньги, которые такие более-менее именитые. Он же не донатит юнимана все это. Фасоль и курочка не имеет, стиралка и пиздит кипяток. Ну, вы же понимаете, что кипяток, курица, стиралка – это все ложь. Это все как бы неправда. Он принижается. Применять больше, чем бабам, а стремящим в ваннах всем бабам. Да, есть такое. Тут, конечно, тоже можно за Межмелю немного позавидовать. Если все деньги, конечно, которые он получает, это за ему. В цифрах, у простой истории, истории на пальцах. У канала «Архивист». Вот тут у них я очень часто беру историю. У группы каналов Ютуба «Войны», которые целую секцию каналов про историю курируют. Вот совсем недавно, 2 марта… Нет, не 2 марта. В этот вторник вышла у меня моя интеграция на канале «Всемирная история». Не может быть. Я все же верю, что «Архивист» так как бабового духа. Ну, если ван так лучше и живет с этой верой, то почему не верить? Всегда же приятно думать о людях в лучшей степени. И что, в этом и заключается тот самый, ну, я не знаю, мем или реальность про окупаемость стрима. То есть… Все оно идет туда. Я бросаю это в горнило разжига нашего контента. То есть вы платите какие-то деньги на раскрутку, на рекламу? Не какие-то, а очень большие деньги. Ну, а если не секрет приблизительно, это какие суммы? В месяц может… Это сотни тысяч рублей. Сотни тысяч рублей в месяц. В месяц сотни тысяч рублей. И что, и какой, не знаю, профит это приносит в плане окупаемости? А я не на окупаемость работаю. А, нет, ладно, ну, Николай, ну, как это, не на окупаемость? Я не могу подумать, что моя главная цель – это… Он про стиралку говорил этому математику, ну, Сватееву, худому, у которого овер 150 детей, метлю, врал. Прязаная бумага. Почему он не может врать про стиралку? Башки деньги. Какого сейчас нету стиралка? Стиралка-то стоит не какие-то колоссальные деньги. Если он сто тысяч тратит на канал, развитие канала, что там, типа, десятку выделить не можешь на стиралку? Я все-таки фанатик, а не бизнесмен. И для меня важно хоть 10 тысяч долларов сжечь, но если от этого возгорится пламя, я буду счастлив танцевать под этот костер. Николай… Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Николай – человек, который работает не на… Самое важное и самое главное – это та идея, за которую вы готовы отдать жизнь, и та Россия, которую вы готовы построить. Николай – человек, который не работает на окупаемость, не кричит на каждом своем стриме «Донатьте, или я удалю трансляцию». А знаете, зачем я это делаю? Знаете, зачем мы деньги кидать в горнила разжига нашего контента, чтобы еще больше… Это другое. …стрели, чтобы еще больше увидели. И для этого я сую эти грязные бумажки в руки тех, кто может… Могу представить замечательную печку для сжигания денег. Да, да. …сделать для меня, кто может увидеть мой контент, кто может купить и продать… У Шульман рекламу заказал. …контент может быть… А кто-то видел рекламу у Шульман? Было бы интересно посмотреть этот отрывок, типа, как она рекламирует Росова. …больше загореться идеей поделиться смыслами. Когда наш стрим окупается, это все могут подтвердить на моем канале. Я говорю, перестаньте донатить, наш стрим окупился. Не надо больше днатов. На сегодня это достаточно, чтобы продолжать разжигать костер. Надо, надо, ребята. Деньги. Надо больше донатов. Нужно больше золота. …мне. Эти деньги нужны нашей стране. Эти деньги нужны не мне, а нашей стране. Нормально. …котенту, который мы продвигаем, просвещению русских людей, русской нации, которую мы создаем. Вот для чего деньги. Вот куда нужно кидать деньги. Вот куда нужно бросать деньги и не жалеть, что ты их бросил на правое дело. Николай, в таком случае… …собирали донаты, я напомню. Понимаете, для того, чтобы удостовериться в наличии такой рекламной интеграции, надо следить за Шульман. Ну да, довольно, довольно. Не вари, горшочек. Мы не предлагали перчиков смуты стать. В один стрим на 400 тысяч рублей. И вы их кидали на правое дело, которое считали верным. С чего это вдруг у меня здесь должны быть претензии к вам? Я не имею никаких претензий по этому вопросу. Но почему же вы сдаете такой же мне? Ведь я тоже кидаю деньги на свое дело. Но настолько навязчиво, это скорее… Почему его вообще не садили на бутылку за одобрение тиракта? Потому что у него малая аудитория, нахрен никому не нужен. Чуть-чуть поизвестней станет, кто-нибудь на него попадет, и все, и конец Росова. Вращается в мем, и желание… Какой просфирнин, хочешь быть русским – плати. Людей просто посмотреть на то, как человек клянчит донаты. Я никогда не хотел таким человеком прослыть. Ну, прослыли. Такой человек, который просит донаты, вымаливает жалкие подаяния… Вы литерами говорили на стриме «я готов на коленях стоять, чтобы получить донат от вас». Действительно. Вы не хотели прослыть, но смогли это сделать. Я готов на многое пойти, чтобы наши стримы окупались, чтобы наш контент продолжался. Я готов на многое пойти, даже смотреть фильмы до пяти утра, господа. Коля, терпи. Я на многое пойду. Ну, вот пошли. Прослыли именно таким человеком. Стало ли для вас это каким-то, я не знаю, какой-то морально отдушиной? Скорее, скорее это стало подушиной зрителей. Мораль меня мало интересует. О, как, смотрите, только… Мистер Раббина готов. Ну, без ютуба готов. Теперь-то я готов на любого мистера Раббина. Хоть полный метр мистера Раббина закажите. Я посмотрю его. Че уже? Морали сколько было сегодня речей, а теперь она не интересует. Тради великой цели, никакая мораль не может показаться высокой. У меня действительно есть большая цель, но будь проклята, мораль, если она стоит у неё на пути. Да. Какой она моральный, да? Это просто как троллинг. Я просто в очередной раз хотел сказать… Ну, то, что морально Русова не интересует, мы это и так поняли, когда он начал про Дугину гадости говорить. Вот действительно мораль не интересует человека. Потому что из больших яиц вывыпляются большие курицы с большой грудкой. Тогда, чтобы не быть таким навязчивым, стоило бы побольше проводить контента аукционного, чтобы не обязательно на какие-то темы, не обязательно на какие-то темы стримов. Кстати, мне очень нравится то, что у нас сейчас аукцион не является основной монетизацией стрима, и это кайфули. Вот мне нравится, что мы вот всей фигней не занимаемся, а просто что-то смотрим, что-то обсуждаем в большей степени. То есть там на фильмы, аниме… Чем раньше. Есть этот контент, который я провожу совсем недавно, буквально до того, как я пришел к вам. Мы-то поняли, когда спали его за боксмастером в KFC. Мы смотрели фильмы, жмурки, действительно было здорово. Мы занимались тем, что, можно сказать, и купали аукционы. Такой формат есть, и аукционы всегда у меня работают. Это аукцион на будущие темы стримов, и они всегда разыгрываются. Так, может быть, и стоило бы лучше так делать, нежели говорить, что я буду на коленях стоять. Это же людей еще больше подогревает. Когда с курочкой запалили, хочешь быть уважаемым человеком, ешь один в семначике. У меня еще не было. А те времена, когда я просел на коленях, эти деньги давно прошли. У вас… Деньги прошли. Курозависимость просто, представляете? Как бы Росф лежит такой и думает, сейчас бы курочки, сейчас бы курочки. Ну никто же не узнает. Ну возьми ты одну грудку, ну две, ну съешь ты вне стрима. Ну кто узнает, идет его, и его палят. И пишет Ежесармат. Он такой, нет. Почему я? Почему я соблазнился на это? Кто-нибудь говорил у Росфа, что он занимается даже не низовой политикой, а интернет. По политикой для ебаного бытового внимания, которого делит Шульман. Ну, я, честно говоря, не знаю, какой контент у Росфа, есть там какая-то вообще аналитика. Мне кажется, для стрима, стрима вообще, какие-то прямые трансляции, они должны содержать аналитику, а не просто какой-то там пересказ чего-то. Времена, когда я просил на коленях и умолял, давно прошло. Времена закончились. У вас старая информация. Старая, которая была и закрепилась за вами. Может быть и тогда стоило придерживаться именно этой логики. Время быстро меняется. Не, на примере постов 13-го года время. Интересно, как будет теперь Росф называть Жмелевского после того хайлайта, который мы сегодня посмотрели. И сантин, останется то, что я произвожу на свет. Те лекции, которые важны для русской нации. Я горжусь, что я это делаю и не в малейшей степени не считаю себя обвиженным или я не считаю униженным себя тем, что ради этого я так поступал. Помните, что о вас останется. Помните. Ну, мне кажется, что это останется. Все, как многие запомнят. А то, как вы это сделать, не имеет никакого значения. Вы должны это сделать. Так. Я в ахуе. Ну, человек с таким ником задонатил 200 рублей. И еще один Владислав Степан Жмельшенко. Не зачитывай сумму доната, пожалуйста. Разве ты не видишь, как глаза твоего собеседника после каждой фразы 200 рублей наливают слезами? Больно. Попредставь, что будет, если будет выкуп. Не, я так понимаю, что у Николая сейчас как раз и планируется его стрим, где он будет окупать его, поэтому... Останется ведро из под крыльев. Не думаю, что... Я уже свой давно окупил. А, ну так все нормально, значит. А как еще может быть? Все лучше не придумаешь. Поэтому, ну, Николаю Росову нет смысла. Нет смысла завидовать. Гроза Николая Росов, кстати говоря. Гроза Николая Росов. Буду очень рад видеть на своем канале. Вы мои... О, я помню, когда Росов сидел в маргиналах, он там ссылками на свой канал постоянно спамил. Самые дорогие зрители, друзья, а вы настоящие золото канала, а не какие-то донаты. Вы друзья. Да. Но... Мне было даже как-то не очень комфортно так делать. Как рэбруллер. 747 терпит крушение. Тун-тарум. Тун-тадун. Тун-тадун. Все-таки для общего-то дела, для борьбы... Ну, кстати, если Росову паричок надеть, он, в принципе, будет похож на Мисс Мурпул. Для параллельно еще заработка на недвижимость нужная... Самая смешная шутка из вот этого Каламбура, это про... Значит, у меня еще есть время, там, постоянно вот этот... Ранинг-эк, типа, сколько нам еще лететь? Типа, столько-то серий, там, отвечает второй пилот, и командор такой говорит. Значит, у меня еще есть время стать раком. И он, правда, раком становится. С кришнями такой. Уступаемость иметь. Поэтому, если они будут подписываться уже в дальнейшем, на ваших стримах будет важно тогда, чтобы они донатили. Это очень важно, вовлеченность. Очень важно, чтобы человек... Курица важнее России, понимаете, Жотов? Кто-то еще осознал, чтобы он действительно родил сердцем за это. Я верю в тех немногих, кто посмотрит и подпишется. Несмотря на то, сколько их мало бы не было, я ценю каждый вклад. Но их немало тех, кто подписывается. Просто в очередной раз могу лишь повторить свой тезис, что излишняя навязчивость приводит как раз-таки к интересу по подобному контенту. Я не буду скрывать, что у меня любимые видео с вашим участием. Есть и конструктивный подход. Мне, к примеру, понравилось видео про Панасенкова и его книгу. Мне, кстати, стало странным, что вы как-то... Мне, кстати, когда он Панасенков книгу как-то анализировал, это было круто. Вот я говорю, какая-то аналитика и какая-то критика. Это нормально заходит. Посматривая мое видео, где я... Нет, Дринкинс это второй пилот, а волосы брал радист. Нет, диспетчер волосы драл. Вообще нет, в титрах. Он такой рыжий был. Это в самом заставке так... Ну, негативно. Вот, да. А радиста звали, который на борту Морзе. А Дринкинс это второй пилот. На вашу сторону за ваше общение с Юниманом высказывался. Решили вспомнить, а помните, как Жмиль говорил, что я пробивной? Как будто это отрицается. Как будто мои высказывания... У России два союзника чекенборгера и чекенбаскет. ...вас нынешнего отменяют тот факт, что вы действительно пробивной. И что вы можете, например, добить сообщения, ну, практически с кем угодно. За редкими исключениями. Нет, это не отменяет факта вашей, как бы, деятельности пробивного человека. Но вот все остальные аргументы с ними, мягко говоря, мне очень и очень трудно было бы согласиться. Ну, а одной из ваших любимых функций, ёбнем, как о ней забыть. А-а-а, поддел! А-а-а, как? Это вы сейчас... К какому моменту? То, что у меня была функция ёбнем, что мы стали заложниками образа. И ты, и я в некотором роде... Алкаш, алкаш, а! ...заложники образа. Ну, я, честно говоря, эту неприятность как-нибудь переживу, но то, что вас уязвляет... Да, спасибо большое. Спасибо большое за 2000 рублей, Марио Крат. Спасибо огромное. Да, теперь всё будет приходить нормально. Только в первый раз, когда приходит донат, иногда подтупливает. Спасибо большое. Всё посмотрим в рамках очереди, следящее небольшое видео от Принка, и дальше ваша. Мем про донати, ну или что стрим должен окупаться. Щенок Ксю Сенат. Это, на самом деле, как раз-таки проблема. Ну, если это было вашей изначальной целью, то и не нужно этого стыдиться особо. А когда вы ещё и повторяете при этом, что у вас это уязвляет... Сегодня день росово. Ну, людям, которые негативно к вашей деятельности относятся, тем более это приносит удовольствие, что... Ну, посмотрите. Посмотрите, он хочет, чтобы ему донатили, а я не донатил. Они только больше донатят, когда я это делаю. И, судя по всему, что их уязвляет, меня это уязвляет, это даёт положительный обратный эффект. Так что продолжайте, друзья. Продолжайте. Мне очень нравится ваш настрой. Ну, если от этого больше донатят. Хотя, по тем роликам, вот те ролики... Бенефис. Ну, зато смотрите, какую веральность ты приобрёл, а. Так-то это неплохо. Такие одни из моих любимых про донатти могу поставить на коленях. Но они просто выглядят смешно. Такие давние ролики. Когда это ж было? У меня окупаемость тогда была 3,5 тысячи рублей. Как это давно? Ну, 7,5 или даже 8,5. Я помню ту плашку с донат голом. А сейчас, кстати, у вас за стрим сколько окупаемости? Это разное, по-разному. Вы, Росов, скиньте долю на курочку. Я могу ему заказать KFC, короче, на дом. Ведро большое. В гостях 10 тысяч рублей какой-нибудь придёт гость. Бывает 8, бывает 7. Какой же кринжовый. Да. Я-то не помню, что там было. Росов какую-то фигню затирал про кино, какую-то нелепую. Меня всё это забесило. Что-то нормально ещё настроить, ничего не мог. Ну, 8,7 было как раз на тех роликах. Значит, не сильно что-то изменилось. Ну, на тех роликах уже, наверное, были какие-то другие стримы. Ну, просто... Были ваши одиночные с... Да. Так у Росова есть. Господи. Сейчас я вам скину. А вы... У него есть на канале он лежит. Росов Силентиум. Я уже не помню, что там был. Я, по-моему... По-моему, Бухой был тогда. Или что-то в этом роде. Два часа даже идёт. Ой, я там пухленький. Всё. Если кто не видел. Там даже котик Ван Боба оставил комментарий. Ахахаха. КФС стал несъедобным последний год. Полтора месяца. Специй какая-то параша. Ну, я не знаю. Тоже давно не ел КФС. Историческим контентом. Она была... Вы какой-то Джон Вартхаус от зрителя смотрели и оценивали. Она 100% заполнена, да? На 100% заполнена. Нет, как раз таки из-за того, что донат гол не был тогда заполнен на 100%, а процентов на 30, что ли, или на 40, вы останавливали стрим с исторической темой. Алис прокрался, чтобы кроссову, чтобы съесть его кур. Устроили просто масокар в курятнике лисей. Когда лиса, она обычно вообще всех просто кур съедает. И... Все мои головы пепелят со мной. Начинают сворачивать. Это давно было, и у меня, значит, давно была... Из-за достаточно кринжевого Архалла. Нет, там, кстати, немного кринжевых моментов в Изо. Давно. Сейчас я этого не делаю. Я предпочитаю лекцию с участием, а потом только выбивать донаты. Ну, из уважения к зрителям. Из уважения. Из уважения. Ну, хотя бы оно появилось. Так. Смотрим видео от Принка. Потом видео от Марио Крата. Кстати, Муссолини в тот момент был редактором Аванти и социалистической... Николай Россов унижают школьники на протяжении четырех минут. Газеты. Так что я думаю, он бы точно не поддержал название своего движения как фашизм. Оно появилось значительно позже. Ну, конечно, он назвал его социзм. Интересно. Вот так. Еще интересный факт хотел бы сказать, но это о вас. Просто, понимаете, мне уже звезла такая деталь о вас, о биографии. Вы же до того, как поехать учиться в Петербург, учились в Пермском государственном университете, да? Нет. Я переводился в Санкт-Петербург из Пермского государственного университета. Ну, вот, вот. Я переводился. По голосу я буду бы сакрамарно. Правильно, похоже. Ну, вот. И там, понимаете, я наткнулся на чаты ваши, на всякие ваши сообщения. Понимаете, там вот такая интересная вещь была. То есть пишут, что вы якобы месяц голову не мыли. Правда? Ну, ладно. Я обожаю своих однокашников. Ну, в общем, о моих похождениях можно легенды составлять. Так. Вы тут знали, что сейчас стала популярная тема Hunter Eye, Fox Eye. И люди тренируют глаза и делают операции, чтобы у них были лиси глаза. Лиси глаза. Да, горжусь. Ну, я как бы, мне просто нравится лисы как животное. Мне не нравится какая-то афуризация лисия. То есть мне нравятся лисы как лисы, но не нравится, когда они человекоподобные. Вот. Так что я считаю это странным. Каждым из фанатов, на самом деле. До сих пор горжусь каждым из фанатов. Здравствуйте, Владимир Вячеславович. Я ваш фанат. Мне как бы, ну, видно, что человек сейчас состоятельный. Я бы хотел выкупить ваш мундир в стадии. Да вы мои самые любимые фанаты, друзья. Мне даже неловко от того, что... Что? Я хотел бы выкупить ваш мундир с вот такими вот гербами Галактической империи. Вот скажите, а сколько там мне обошлось бы? Это не продается, это бесценная штука. Ну, вы же понимаете? Три дня в чекенхаузе поставил жирную точку всегда, чем в стриме. Я не могу торговаться таких прекрасных вещей. В пермской школе. Вы отрезаете сегменты рынка бэтплагов, лисих хвостов с эмблемой канала. Ну, секс переоценен, бэтплаги не нужны. Что? А, музей в пермской школе мы бы организовали. У меня в школе был музей Бочкарёв. Что? Друзья, вы самые преданные мои фанаты, но я не смогу вам дать такую честь, потому что это бесценная вещь. Большой день готовы заплатить. Нет, мне не интересуют деньги. Я много раз говорил, как мне деньги в принципе... Мне китель дороже. И вещи не жалко. Это я сам вкладываю деньги. Я помню, да. Где-то кто-то говорил, что он их сам шьет. Я помню, в чатике он у нас писал. Что он их сам их шьет. Сшил бы себе еще. Или шил бы на заказ. Да, когда вы подарили деньги Штефаному недавно. В принципе, я думаю, что он до сих пор очень сильно стыдится этого на самом деле. Наггетсы оставили жёгную точку на моем кителе. Все было кончено. Я помню, я у Росова еще давным-давно пытался заказать какие-то смайлы для канала. Не я лично, а через человека, с которым мы тогда работали. Но это было какое-то говно. И в итоге я ему половина отдал денег и не использовал их. Я бы не хотел быть на его месте, конечно. Я думаю, типа он круто рисует. У него крутые вот эти обложки. Ну, у него правда хорошие обложки. К сожалению, не все мы Штефан. Вот бы справить себе костюм из Росова. Нет, нет, не вопрос. Так, давай, Данил Максимович, напоследок походную Росовскую песенку исполним. Солнце встало над Россией, пламенеет гордо стяг. Росов с нами как мессия, поднимает битву стяг. Помнишь, как писал это Николай? Почему у меня нет таких гостей? Очень веселые парни. Росов нас ведет к победе. Мы идем за шагом в шаг. Он за всех людей в ответе. Вождь рассеет мрак. Мне вот интересно, блядь, какой пидорас мог это написать? А, да, точно. Мы же с ним прямо сейчас... Смотрите, он упал. Пидорас, ты, блядь, ты, пидор. Говно, ты, сраная. Каждый по-мужски немец, блядь, Дима. Я прошу прощения про нашего поволжского товарища. У него Василика. Ничего страшного. Сейчас его перепоценить. Благодарю за стрим. Вам спасибо, друзья. Вам спасибо за стрим. Очень хорошо с вами. Доброе посидели. Спасибо вам большое. Культура дискуссии не была выше в Восточной Европе. Давайте. Спасибо вам большое. Типа он его, я так понимаю, отругал за то, что... Наши гости уходят. И остаюсь с вами я. Хе-хе-хе-хе. Оригинально. Очень, очень смешно. Я посмеялся. Мне кажется, это забавно. Ну, типа, только запрещенный славан на YouTube. Поэтому не страшно. Но, по-моему, забавно. Это проблема, мне кажется, многих стримеров. Вот это вот серьезное отношение к себе. Это факт. Это просто база.